15 апреля 2019 года Подмосковье перешло на цифровое вещание. С тех пор прошел месяц, но в домах наших жителей еще встречаются телевизоры, которые не приведены на новый, принципиально иной уровень качества изображения. Именно в такой ситуации оказалась видновчанка Галина Брылова, обратившаяся в местное отделение партии «Единая Россия» с просьбой настроить ей цифровое телевидение. На помощь женщине пришли активисты. Они объяснили, чем отличаются типы подключений и рассказали о преимуществах цифры. Да и приехали гости и с пустыми руками. Вот сама цифровая приставочка. Для того, чтобы у вас было качественное изображение телевизора, сейчас мы произведем ее установочку. Очень приятно. Не прошло и пяти минут, как телевизор Галины Николаевны заработала в новом формате. Теперь ей доступен набор каналов в отличном качестве. Изменения видны невооруженным глазом. Очень даже хорошо стало видно. Картинка очень красивая и яркая. Все четко, все хорошо показывает. Ко мне приходит внук, смотрит со мной телевизор. И ему, конечно, сейчас понравится лучше. Вот с такой картинкой. Будем вместе смотреть мультики. Сейчас по Московской области проходит акция «Цифровое ТВ», в рамках которой оказывает помощь жителям, у которых есть трудности с приемом цифры. Всего за прошедшую неделю в Ленинском районе было 15 таких обращений. Волонтеры обрабатывают все заявки, поступающие на портал «Добродел» в администрацию муниципалитета, местное управление соцзащиты. Заявки обрабатываются в течение суток. Одной категории граждан необходимо просто удаленная помощь по настройке приставки. И мы помогаем это сделать по телефону. А другой категории необходим непосредственно выезд. В основном это, конечно же, пенсионеры, инвалиды и пожилые люди. Так недавно у жительницы деревни Калиновка Светланы Ляминой, у которой уже было цифровое телевидение, перестали работать некоторые каналы. Справиться с этой проблемой пенсионерка не смогла. И уже в день получения заявки активисты приехали домой к Светлане Гавриловне и устранили неисправности. В целом по Ленинскому району, как и по всему Подмосковью, цифровая реформа прошла успешно. Мы достаточно давно уже готовились к этому переходу. И поэтому 95% не почувствовали вот это вот изменение. Они 15 апреля включили свои телевизоры и стали принимать цифровой канал. Но если проблемы с цифровым вещанием все же появляются, то у жителей всегда есть возможность обратиться в приемную партии «Единая Россия». Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.